Стоял нестерпимый летний зной, пылились под ногами сухая земля, парили над выгоревшими курганами невесомые ястребы, выслеживая добычу. Глотая сухой воздух, мы долго думали только об одном, скорее бы ночь. Какая-никакая прохлада, никто не ропщет. Я наблюдаю за бойцами, особенно за пожилыми. Как только кто-то начинает сдавать, помогаю. У одного возьму телопулемета, у другого станок, так и даю возможность передохнуть хоть немного. Позади более ста километров. Из последних сил миновали каменные перевалы и остановились неподалеку от реки Миус. Воздух пропитан гарью, порохом. Где-то рядом стреляют пушки. В небе ползут пузатые юнкерсы. Спешно приводим в порядок пулеметы. В любой момент может прозвучать приказ в бой. Мое командирское чутье не подвело. В то время я, конечно, не вникал в масштабы задачи дивизии, полка, порой даже батальона, но старался предвидеть их возможные варианты по настроению и поведению старших командиров, определял степень важности этих задач и нашей возможности их выполнить. И всегда и везде помню, что самый большой и самый малый успех зависит и от моего пулеметного взвода, и от меня лично, как командира. Утром дивизии первого эшелона 9-го стрелкового корпуса перешли в атаку. В полдень наша дивизия двинулась на врага. Полощином и серым балком вел свой взвод к населенному пункту Благодатное. Под прикрытием огня артиллеристы подошли к траншеям противника. С криком «Ура!» пехотинцы рванулись вперед. Завязалась рукопашная. Пулеметчики стремились вырваться на линию первой траншеи, чтобы отсечь подкрепление и уничтожить уходящих фашистов. Саша Зайцев облюбовал выемку за невысоким каменистым бугорком и открыл прицельный огонь по группе автоматчиков, спешивших из-за чахлых кусток первой траншеи. Он был короткими, точными очередями. Вдруг сбоку застрочил чужолый пулемет противника. Я помог развернуть Максим, ствол накалился, и я плеснул на него водой. Продолжение следует...